Привет, друзья! Это видео подойдёт для тех, кто планирует самостоятельный маршрут по Риму и его окрестностям. Июнь. В Риме жара. В такую погоду всегда хочется спрятаться в прохладном месте. Одно из наших любимых мест с летней прохладой и роскошными тенистыми деревьями является городок Фраскати, который находится в 20 километрах от Рима. И, конечно же, любимая вилла Альдобрандини. Ребята, посмотрите, какой прекрасный парадный вход к вилле. Это дубовая изгородь. Как только въезжаешь в городок Фраскати, тут же открывается вид на эту шикарнейшую виллу. Её трудно не заметить. Она так и манит тебя прогуляться по саду и насладиться видами. Помню, когда я первый раз приехала во Фраскати, то была поражена этой красотой. Я вглядывалась издалека в виллу и шёпотом проговаривала, как же я хочу прогуляться по этой вилле. Прошло немного времени, и сады-виллы открыли для посещения. Так что, ребята, мечтайте! Мечты сбываются, пусть даже такие маленькие, но зато как приятно! После этого всегда, повторяю, всегда, когда мы приезжаем во Фраскати, то обязательно заходим на виллу Альдебрандини. И я вспоминаю о своей маленькой мечте. Ой, как же приятно здесь гулять и дышать свежим и прохладным воздухом! Вилла Альдебрандини до сих пор является частной собственностью семьи Альдебрандини, поэтому интерьер здания закрыт для посещения. Но окружающий её сад, напротив, теперь открыт для всех желающих, где можно погулять, пофотографироваться и насладиться водным театром. Символика семьи Альдебрандини Вилла Альдебрандини также известна как Вилла Бельведер. Это одна из самых важных исторических резиденций в Фраскати. Вилла Альдебрандини была построена в 1597 году для знатного флорентийского семейства кардинала Пьетро Альдебрандини. Он был племянником папе Клименту VII. Архитектором виллы был знаменитый Джакомо де ля Порта. Эта вилла с вековой историей и за своё существование принадлежала некоторым знаменитым семьям Рима. Вот, например, в 1683 году Альдебрандини продал виллу семье Памфили. Потом, в 1760 году, она принадлежала семье Бургези. Надеюсь, вы наслышаны о этих знаменитых фамилиях. Только в 1837 году Альдебрандини выкупил виллу обратно. И до сих пор она принадлежит семье Альдебрандини. Вилла находится в окружении садов, где разбиты аллеи и построен великолепный водный театр. Специально для того, чтобы обеспечить виллу и садовые фонтаны водой, от источника на горе был построен 8-километровый акведук. Водные театры были очень популярны в итальянских садах эпохи Возрождения. Вода создает живописный эффект водного театра, который высечен в несущей стене сада. Стена богато украшена красивейшими скульптурами и фонтанами. В центре фигура атлета. Вода стекает с поддерживаемого им земного шара. И сегодня мы являемся зрителями этого замечательного спектакля, который озвучен звуками природы. Сохранившаяся напольная мозаика. Сохранившаяся напольная мозаика. Ребята, засажен акациями, камелиями, гортензиями. Например, уже в конце января, в начале февраля, начинают цвести камелии. Затем ее сменяют акации. И в конце мая, в начале июня, цветут гортензии. На вилле есть секретные места, которые не так-то просто и найти. Пойдемте, покажу вам. Смотрите, ребята, это монстр, высеченный в скале сада Альдебрандини. Пойдемте. 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 Не знаю, ребята, смогла ли я передать видео всю красоту и масштабность этой виллы, но могу сказать одно, что она достойна вашего внимания. Буду очень рада, если мое видео помогло вам в выборе интересных мест в окрестностях Рима. А с этой точки очень хорошо видно, как поступает вода в фонтан. Рим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok В городке можно попробовать и купить местное вино. Сейчас мы находимся на главной площади города Фраскати. И здесь открывается прекрасный вид на виллу Альдебрандини. Вилла Альдебрандини Находится другая вилла – вилла Торлония. Эта вилла сейчас больше напоминает парк. Здесь занимаются спортом, гуляют с собаками и просто проводят время в тени под деревьями. Центральное место на этой вилле занимает большой фонтан. К сожалению, в наше время он не работает, но вы всегда можете подойти и рассмотреть его в деталях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, если вам понравилось это видео и наша сегодняшняя прогулка по вилле Альдебрандини и по вилле Торлония, ставьте пальчики вверх. А я на этом буду прощаться с вами. До новых видео! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА